Ключевая тема совещания – обсуждение новой модели повышения квалификации педагогов. В современных условиях, когда возвращаются лучшие традиции отечественного образования, требования к учителям и воспитателям будут совсем другими. Если раньше в приоритете было исключительно образование, сейчас образование и воспитание лежат в одной плоскости. Как показала практика, углубленные знания мало чего стоят без духовного развития личности. Святейший Патриарх Московский в Сея Руси Фирил очень откровенно говорил о воспитании нашей молодежи. И он предлагает всем нам, кто занимается вопросами молодежи, кто занимается вопросами образования, поднять на новую планку воспитательную работу, патриотическую работу нашей молодежи. Игорь Морозов напомнил о сельских учителях, которых необходимо поддерживать такими же государственными программами, как, например, «Земский доктор», которой воспользовались тысячи молодых специалистов, для того, чтобы сохранить учебные заведения в селе, без которых периферия умирает. Вообще о строительстве школ шла речь особо. Мы продолжим строительство школ. У нас на сегодняшний день 188 тысяч – это до потребности, потому что демографический рост и ликвидация третьей смены, а на сегодняшний день – это 73 тысячи школьных мест. Это безусловный приоритет для нас. Такой потребностью стало строительство школы в Сочинском микрорайоне Мамайка. По этому поводу городские и краевые власти неоднократно обращались в правительство. Письма в адрес Министерства образования и Министерства финансов направлен и депутат Госдумы от Сочинского округа Константин Затулин для того, чтобы включить школу на 800 мест на улице Ландышевой в перечень объектов госпрограммы и обеспечить ее строительство соответствующим финансированием. Сегодняшняя встреча главы города и министра просвещения подтвердила строительство школы на Мамайке в 2019 году. В этом деле нас поддерживает министр просвещения Ольга Юрьевна. И, в общем-то, все готово к тому, чтобы строить. Она очередной раз задала вопрос, у вас все готово, проект, экспертиза, все готово. Будут говорить на совещании и о создании новых мест в детских садах, и о качестве дошкольного образования, и в целом о кадровом потенциале системы общего образования в России. Елена Взецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.